друзья привет с вами оксана сегодня поговорим про такую очень сложную тему это шум в ушах и головокружение мы будем говорить о том что мы можем сами предпринять сами в домашних условиях вот у меня чудесный выходной день что я делаю в таком случае или точнее даже сказать для профилактики я себя хорошо чувствую ну были такие проблемки и очень не хочется чтобы они возвращались что мы можем делать сами массаж или точнее самомассаж вы должны промассажировать шейку у вас получится это легонько потому что неудобно так с ручками в обратную сторону вы нащупываете где у вас свод черепа очень часто люди путают голова это где волосы а шея это где тело нет шея у нас заходит на волосистую часть головы и вы легонечко вытягиваете промассажируйте кончиками пальцев также контролируйте свое артериальное давление дома вы можете использовать специально деревянные массажер чеки если руки руками вам неудобно или просто вот прошу прощения элементарно полотенечко вышли из душа и вот так хорошенько протерли и в конце еще как бы подтянули себя за череп немножечко если вам будет понятно о чем я говорю также соблюдайте питьевой режим и конечно же мы не напиваемся на ночь питьевой режим правильно это утром два стакана воды между приемами пищи по стакану воды и часов четыре пять шесть вечера мы уже прекращаем пить воду либо небольшое количество там пол стаканчика перед сном или когда вам хочется тоже к себе прислушивайтесь почему чтобы не было отечности на утро не было припухлости это припухлость мы видим а отечность у нас везде сохраняется и тоже может усугублять это состояние иногда в таких случаях даже назначаются какие-то легенькие мочегонные так что обязательно нужно пить ну конечно же без без вреда для вашего здоровья по утрам желательно делать легкую разминочку зарядочку если не получается каждый день то хотя бы три-четыре раза в неделю я вам рекомендую перед сном на ночь выключайте пожалуйста вай фай не все об этом знают нежелательно чтобы телефон находился очень близко возле вас просто телефон даже с отключенным интернетом ну и также вай фай вы знаете где эта кнопочка вас особенно если дети в этой комнате спят то желательно его выключить также ну вот слова закончились дальше будут движения я хотела бы показать какие движения для шеи для того чтобы разработать лучше на воротниковую эту зону вы можете делать дома легко и просто первые разы я бы вам посоветовать делать сидя на диванчике или на стульчике чтобы головка случайно не закружилась у вас больше в этот момент потому что кислорода больше вы получаете активнее глубже дышите ну и просто раз тормошите какие-то проблемки и от этого может закружиться голову потому мы делаем это когда вы хорошо себя чувствуете вот в нормальном состоянии к это наклоны головы я преподаю физреабилитологов и студенты мои знают умеют это делать и советую вам тут всего-навсего 10 движений на 10 счетов это займет у вас одну минуту в день но сохранит вам здоровье шеи головы хорошее зрение потому что это тоже все же очень важно и связано слух просто когда голова не болит и отлично выглядишь и полон сил и работоспособны и так упражнение это покажу и потом еще несколько не переключайтесь так сказать смотрите и повторяйте за мной я буду медленно показывать они известны их знают все врачи неврологи и мануальщики ну вот вдруг кто-то из моих зрителей не знает и так считаем вправо наклоны аж вы старайтесь положить голову на на плечо не подтягивая плечо 1 2 другую сторону 3 4 посмотрим что у нас за спиной 5 6 другой стороны 7 8 9 10 мы делаем вот так как у . какая цель вот этого движения у . я сейчас повернусь и покажу вам цель полностью чтобы выпрямился позвоночный столб у нас смотрите что я делаю подбородочком зачерпнула крупную клетку и вытянула то есть вот смотрите повторяем еще раз раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять показываю 9 10 правда просто но также вы можете если вдруг на работе сидите и как-то вам вот нехорошо вот что-то нехорошо нет возможно прилечь или сделать упражнение вы просто можете облокотиться на стол положить голову пару минут полежать просто у вас глаза отдохнут у вас выровняется позвоночный стол возможно тут нарушена у нас кровоснабжение без массажа без ничего вот такая такая передышка небольшая также упражнение это втягивать плечики очень сильно шею втянуть плечики еще есть одна рекомендация это выдвигать челюсть нижнюю вперед вот так несколько раз всего-навсего и в завершение такое упражнение которое я не сразу освоила ну люди разные бывают мне сразу стало непонятно как это делать она тоже очень известная проверено это рисовать цифры носом то есть делать эти движения упражнения которые не типичны для нас мы обычно как роботы на кухне стали ровненько там транспорте на рабочем столом то есть мы даже иногда всем корпусом поворачиваемся нам легче это сделать чем повернуть шеи в этом случае кстати помогают какие-то дикие танцы то есть под музыку расслабленном состоянии когда вы танцуете не особо но это не больные танцы не обращайте внимание какие на движения тогда ваш организм ваше тело всевозможные принимает позы и расшевелится абсолютно все какие-то застоявшиеся там примявшиеся мышцы и нервные окончания ну так что же это за такое хитрое упражнение которое не сразу освоила она элементарная нужно прорисовать цифры головой от 1 до 10 если справились то обратно от 10 до 1 делать нужно сидя тоже в первый раз и может подкружиться головушка для того чтобы это новом легче было сделать и правильней вы должны представить что вы рисуете эти цифры носом 1 2 только медленно спокойно и большие цифры если так не получается то представьте что вы буратино и у вас вот такой нос длинный деревянный как указка и вы им рисуете я уже рисую один в правую сторону и потом же так развлекаюсь и в другую сторону так что скучно же каждый день рисовать вот эти цифры потому давайте вместе попробуем с вами ну вы должны это делать перед зеркалом например единицу рисуем двойку смотрите как шейка работает тройку и никогда не повторяется четверочку и терочку и так дальше дорисовали до десяти остановились если вы хорошо себя чувствуете без передышки рисуйте обратно например 10 нарисовали потом 9 8 и так дойдете до единицы по поводу вай фай сказала также также вам не рекомендовано если были такие подобные проблемки не очень нежелательно какие-то резкие прыжки и скачки в воду например или на скутере водные мотоциклы эти или на банане кататься это я я бы вам не советовала такие развлечения ну что друзья вам добра здоровья и всех благ если на ваш взгляд видео познавательное интересное полезное было для вас то под видео ставьте пальчики вверх если вы поставите вниз это тоже оценка моей работы я буду стараться развиваться лучше готовиться к этим выпускам все с вами была оксана калюжная всех целую и люблю